я приветствую вас на канале повезушки с танюшкой и сегодня я предлагаю вам связать вот такую замечательную кофточку если вам нравится такая моделька то давайте ее вместе с вами свяжем и так для того чтобы связать такую кофточку я сделала приблизительный эскиз и для начала нам понадобится всего лишь пару мерок для набора петель нам нужно знать обхват груди то есть 92 сантиметра это у меня и рассчитываю количество петель если вы любите кофточки более свободного кроя то вы плюс к этой цифре прибавляете сантиметров 6 или 8 или 10 это уже на ваше усмотрение я люблю когда кофточка больше приталена поэтому я беру ровно по груди здесь она пойдет практически прямо поэтому наталья она будет свободна здесь будет идти внизу резиночка которая будет также приталиваться по бедрам вязать данную кофточку мы будем с вами снизу вверх будем вязать по кругу до проем затем сформируем проймы перед и спинку отдельно и затем свяжем отдельно рукавчики можно также связать их сделать шивными а можно связать по кругу вывяжем с вами окат рукава пришьем и обработаем горловину для начала нам нужно как всегда связать образец из той пряжи которой мы будем вязать и рассчитать количество петель и к в одном сантиметре я для вязания буду использовать вот такую пряжу это пряжа ализе бэби ву буду вязать в две ниточки то есть в 2 ма . здесь пряжа 50 грамм 175 метров и рекомендуемые спицы два с половиной четыре миллиметра цвет номер 612 и состав данной пряжи 40 процентов шерсти 40 акрила и 20 бамбук очень мягкая ниточка приятная на ощупь если у вас нету такой пряжи вы можете взять пряжу в две нити с таким же метражом то есть 50 граммах 175 метров взять два сложения и вязать такую кофточку либо же вы можете взять моток 100 грамм с метражом 175 метров для вязания буду использовать круговые спицы с леской 80 сантиметров номер четыре с половиной ну а также мы должны взять с вами тетрадку в которую будем записывать все данные по кофточке в принципе если вы будете вязать точно также по видео то вам записывать ничего не нужно итак я связала образец предварительно и в одном сантиметре у меня получилось две целых одна десятая петля эту цифру вы для себя записываете если вы будете вязать сначала образец если вы попадете в эту плотность то вы можете со спокойной душой вязать по видео но и теперь для того чтобы начать вязание мы измеряем обхват груди это у меня 92 сантиметра и умножаем эту цифру на 2 целых одну десятую петлю 92 сантиметра мы умножаем на 2 целые одну десятую петлю и получаем сто девяносто три целых две десятые петли для того чтобы вязать резиночку а мы резинку будем вязать один на один я округлю данное число в меньшую сторону и возьму сто девяносто две петли 192 петли прекрасно делится на 2 получается 96 петелек 96 петель у нас будет идти на перед и девяносто шесть петель на спинку и пока это все цифры которые нам нужны для начала вязания и мы будем вязать с вами резиночку набрав 192 петли обычным классическим способом я набираю вы можете сделать наборный край эластичным и провязать два ряда полой резинки это уже на ваше усмотрение мне захотелось сделать именно так я набрала 192 петли на круговые спицы номер четыре с половиной набрала 193 петлю для соединения вязания кольцо и продолжила вязать на высоту 10 сантиметров резинкой один на один то есть одна лицевая одна изнаночная вот так это выглядит у меня уже в готовом виде провязала я резиночку 10 сантиметров это у меня составило 30 рядов полотно пока на леске поэтому она немного косит когда начнется вязание узора все это уравняется вяжу я в две ниточки поэтому вот столько не так у меня осталось от двух мотков итак переходим к вязанию первого ряда рисунка в первом ряду мы с вами должны убавить две петли так как в рапорте рисунка у нас 10 петель общее количество петель на спице у вас должно делиться на 10 то есть у нас 192 петли нам нужно сделать убавку двух петель чтобы у нас осталось 195 или мы сразу с вами будем вязать соблюдая рапорта рисунка мы с вами вначале убавим одну петельку для этого провяжем 2 вместе лицевой по рисунку у нас здесь идет лицевая делаем накид провязываем лицевую 2 вместе с наклоном влево для этого снимаем 2 петли за передние стенки переворачивая их и провязываем 2 вместе за задние стеночки и получается 2 вместе с наклоном влево провязываем 3 петельки лицевых 1 2 3 и 2 вместе с наклоном вправо провязываем лицевой за 2 стенки передние 1 лицевая и накид и раппорт узора повторяем у нас идет лицевая накид лицевая 2 вместе с наклоном влево снимаем 2 петли и провязываем за заднюю стенку 3 лицевые петли 2 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая и накид и так мы должны с вами провязать 95 петель включая первую убавку то есть мы провязали 2 вместе и у нас образовалась одна петля отсчитываем с вами 95 петель и затем нам нужно сделать убавку еще из одной петли я сейчас провяжу и мы продолжим с вами вязание и так провязали мы 95 петель и год начала ряда и теперь мы должны с вами сделать снова убавку это как бы убавка идет 1 на боковой шов и 2 убавка на боковой шов мы точно также провязываем 2 вместе лицевой получается что мы с вами провязали лицевую накид лицевую 2 вместе с наклоном влево и сейчас сделали убавку и если бы не убавка мы вязали здесь 3 лицевых то есть 1 лицевая теперь считаем дальше 2 и 3 по рисунку следом идет у нас 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая и накид и раппорт мы так повторяем до конца рядом теперь нигде не делая убавок и провязываем так до конца этот ряд второй ряд мы провязываем лицевыми петельками и так провязали второй лицевой ряд переходим к вязанию 3 ряда теперь все ряды мы будем вязать без убавок и прибавок только соблюдать будем раппорт рисунка первых две петли по рисунку нас идут лицевые накид лицевая провязываем 2 вместе с наклоном влево для этого две петельки мы снимаем и провязываем их за заднюю стенку 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая накид лицевая и раппорт узора мы повторяем 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид лицевая и так вяжем третий ряд до конца 4 ряд вяжем лицевыми петлями и так провязали 4 лицевой ряд переходим к вязанию 5 ряда узора провязываем 3 лицевые петельки 1 2 3 накид 1 лицевая и теперь нам нужно провязать 3 вместе лицевой первую петельку мы снимаем за переднюю стенку 2 провязываем вместе лицевой за передние стенки и снимаем снятую на провязанной далее провязываем лицевая накид 2 лицевые и раппорт узора повторяем 3 петельки лицевые 1 2 3 накид лицевая 3 вместе лицевой петельку снимаем 2 провязываем вместе лицевой и снятую одеваем на провязанную 1 лицевая накид 2 лицевые и так вяжем ряд до конца и 6 ряд провязываем лицевыми петлями и так провязали 6 лицевой ряд переходим к вязанию 7 ряда рисунка в седьмом ряду мы будем начинать с вами вязание с 2 вместе с наклоном влево провязываем 2 петельки снимаем и провязываем за заднюю стеночку 3 лицевые петли 1 2 3 2 вместе с наклоном справа 1 лицевая накид лицевая накид лицевая и раппорт узора повторяем 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая и так вяжем 7 ряд до конца 8 ряд вяжем лицевыми петлями и так провязали 8 ряд переходим к вязанию 9 ряда провязываем одну петлю лицевую далее провязываем 2 вместе с наклоном влево 2 снимаем и провязываем за заднюю стенку провязываем одну лицевую и 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая накид 3 лицевые и накид и раппорт узора повторяем 1 лицевая 2 вместе с наклоном влево 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид 3 лицевые и накид и раппорт узора повторяем и так вяжем 9 ряд до конца 10 ряд вяжем лицевыми петлями и так провязали 10 лицевой ряд переходим к вязанию 11 ряда 11 ряд мы будем начинать с накида делаем накид 1 лицевая и теперь провязываем 3 вместе лицевой точно так же как мы делали с вами раньше одну петельку снимаем две провязываем вместе лицевой и снятую петельку одеваем на провязанную 1 лицевая накид и 5 лицевых петель 1 2 3 4 5 и раппорт узора повторяем накид 1 лицевая 3 вместе лицевой 1 лицевая накид и 5 лицевых итак вяжем ряд до конца повторяя рапорта рисунка и 12 ряд мы с вами провязываем лицевыми петлями и вот такой рисуночек у нас получается после того как мы провяжем с вами 12 ряд лицевыми петлями мы будем повторять рапорты узора с 1 по 12 ряды и будем с вами вязать вверх до проем в моем случае я буду вязать от резинки 32 сантиметра вверх я провяжу до проем определенное количество рядов и затем вернусь к вам и скажу сколько у меня рядов получилось и так провязали мы прямым полотном от резинки примерно 30 32 сантиметра у меня получилось 32 сантиметра для того чтобы измерить вам нужно обязательно провязав определенное количество рядов вы измерили например получилось 26 вы взяли и проутюжили данное связанное полотно на единички с паром так как узор у нас ажурный и после вот того он конечно же распрямляется мы знаем что ажур стягивает полотно поэтому мы про утюжили и посмотрели сколько сантиметров мы провязали убедились что это 32 сантиметра у нас получилось что я провязала 84 ряда это получается у нас 7 рапортов узора вверх теперь мы будем продолжать с вами вязать этим же узором но будем переходить на вязание одной спинки для этого мы разделяем полотно который у нас идет по кругу на две равные части у нас получается с одной стороны 95 петель и со второй стороны 95 петель рапорты у нас конечно же будет неправильно так как у нас здесь получилось неполное количество рапортов получается 9 полных рапортов и одна половинка рапорта в принципе в изделии это будет не очень заметно так как мы провяжем сейчас с вами шесть с половиной рядов по узору а затем уже перейдем на вязание резиночка один-на-один также будет и спереди горловину и плечики мы будем вывязывать уже резиночкой 11 поэтому вам нужно взять другие спицы это спицы у меня также номер четыре с половиной но с леской 40 сантиметров половинку спинки я буду вязать на них вы можете снять половину петель на дополнительную нить если у вас нету вторых спиц номера четыре с половиной и продолжить вязание спинки этими же спицами я же буду вязать другими и так провязав 84 ряда по рапорту мы делаем сброс рядов и будем начинать вязание с первого ряда в первом ряду мы начнем делать с вами убавки для пройм в первом ряду нам нужно сделать убавку первую из трех петель то есть в начале ряда мы сделаем убавку из трех петель до вяжем ряд до конца то есть 95 петель всего перевернем на другую сторону на изнаночную и провяжем 3 петли убавки с изнаночной стороны раньше мы вязали каждый четный ряд лицевыми петлями теперь получается у нас каждый четный ряд будет провязан изнаночными петлями эту спицу мы можем вытащить чтобы она нам не мешала ниточку подтягиваем и приступаем к вязанию первых три петли нам нужно убавить убавлять смыть 3 петли будем лицевыми то есть провязываем первую петельку лицевой следующую лицевой и первую одеваем на провязанную это наша первая убавка следующая убавка 2 и 3 убавка по рисунку у нас получается в первом ряду мы провязали лицевая накид лицевая это 2 лицевых и 3 4 петля у нас провязывается 2 вместе с наклоном вправо вот теперь мы провязываем 3 лицевые петельки 1 2 3 2 вместе с наклоном вправо 1 1 лицевая накид и раппорт узор мы повторяем 1 лицевая накид лицевая 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо лицевая и накид и раппорт узора мы повторяем и вяжем этот ряд 95 петелек до конца затем мы переворачиваем вязание и будем убавку делать на изнаночной стороне довязали ряд до конца последнюю петельку мы оставили непровязанной то есть мы провязали в раппорте лицевая накид лицевая 2 вместе с наклоном влево и одну просто петельку снимаем работу переворачиваем петельку снятую снимаем петельку с ниточкой снимаем и вот эту первую одеваем на вторую это наше первое убавление следующую петлю мы провязываем изнаночной и первую снимаем на вторую это второе убавление и провязываем третью петлю и снимаем первую на вторую получилось мы сделали убавку из трех петель и теперь вяжем ряд изнаночными петлями до конца оставив не провязаны одну петлю и теперь когда мы провяжем сделав наше первое убавление с двух сторон мы будем делать убавление в каждом втором ряду то есть в начале ряда мы будем делать убавление и с изнаночной стороны второе провязали снова с лицевой стороны убавления из изнаночной стороны убавления и нам нужно сделать в каждом втором ряду 2 убавки по 2 петли то есть мы делали по 3 еще нам два раза нужно убавить с лицевой стороны и два раза с изнаночной по 2 петли точно также затем в каждом втором ряду нам нужно будет убавить три раза по одной петле мы уже будем с лицевой стороны убавлять то есть провязываем 2 вместе лицевой вяжем до конца и в конце две последние петли провязываем 2 вместе таким образом нам нужно будет провязать три раза довязываем этот изнаночный ряд и затем делаем убавки два раза по 2 петли с двух сторон и три раза по одной петли с двух сторон и затем мы вяжем прямым полотном где-то шесть с половиной сантиметров я сейчас провяжу сделав эти убавки и затем расскажу вам сколько петель у меня получилось и еще один важный момент когда вы будете вязать делая убавление у вас должно в рапорте рисунка быть равное количество накидов и убавок то есть если мы в одном ряду делали два накида мы делали 2 убавки то есть провязывали 2 вместе вправо 2 вместе влево если мы убавляем 1 накид то мы провязываем там где провязывали 2 вместе провязываем лицевыми чтобы не сокращать петельку так как мы не сделали в ряду прибавку вяжем так тело убавки и провязываем 6 половиной где-то сантиметров я провяжу и потом скажу сколько мне получилось рядов высоту и так закрыли петли для проем и провязали 6 половиной сантиметров этот участок я тоже отпарила на единички и получилось что от проем я провязала 18 рядов то есть на двенадцатом ряду я закончила убавление петель и провязала еще шесть рядов прямо узором и получилось что от проем я провязала 6 половиной сантиметров на спицы у меня осталось 75 петелек и сейчас я буду переходить на вязание резиночки 11 также как мы вязали внизу резинку будем вязать с вами резиночкой 11 то есть 1 лицевая 1 изнаночная первую последнюю петельку я буду провязывать то есть будем провязывать 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и будем так вязать вверх прямым полотном не делаю убавок и прибавок 13 с половиной сантиметров я провяжу сейчас резиночку и скажу сколько у меня получилось рядов и так провязали мы резиночкой 13 с половиной сантиметров это у меня получилось 36 рядов и теперь мы будем переходить на закрытие горловины и плечевых швов для спинки мы сразу будем делать с вами одну сторону закрывать а потом вторую будем делать симметрично остановились мы на лицевой стороне и теперь нам нужно сделать закрытие для плечей и делая при этом скот с плеча сделать закрытие на горловине и затем продолжить вязание на втором плечике ниточку мы потом обрежем и перейдем на вязание второго плечика начинаем мы сразу со скоса плеча для начала мы закроем 5 петель первую петельку мы снимем вторую провязываем изнаночной по рисунку и первую снимаем на провязанную это первое убавление второе убавление уже петельку провязываем лицевой третье убавление изнаночной 4 убавление лицевой и 5 убавление изнаночной петлей далее провязать нам нужно 21 петельку то есть одна у нас уже на спице и мы провязываем 20 петель провязали 20 петелек и теперь будем делать с вами закрытие мы должны закрыть с вами средних 23 петельки провязываем лицевую петельку следующую петлю изнаночную и первую петлю снимаем на провязку следующую лицевой и первую на вторую 2 убавления так убавляем 23 петли закрыли 23 петельки и осталось у нас на спице 1 провязанная петля теперь провязываем весь ряд до конца из изнаночной стороны нам нужно закрыть первых 5 петель и довязываем ряд до конца должно получиться на спице у нас 21 и 5 26 петель и так провязали мы первый ряд до конца и теперь во втором ряду нам нужно сделать как и вязали мы здесь 5 петель убавки первую петельку мы снимаем вторую провязываем лицевой и первую снимаем на провязанную первая убавка вторая убавка третье четвертая и пятая провязываем ряд до конца чередуя лицевые и изнаночные как у нас идут и последнюю петельку мы оставляем не провязаны она у нас должна быть лицевая мы ее снимаем лицевой работу переворачиваем и теперь для закругления горловины нам нужно закрыть с этой стороны 4 петельки это третий ряд первую петельку мы снимаем вторую петельку с ниточкой снимаем и первую одеваем на вторую одно убавление следующую провязываем изнаночной и снимаем петельку на провязанную 2 3 и 4 далее вяжем ряд до конца оставляем одну петельку не провязанной переворачиваем работу и переходим к вязанию 4 ряда для скоса плеча нам снова нужно убавить 5 петелек снимаем первую петлю и петлю с ниткой и одеваем первую на вторую первое убавление второе убавление второе убавление третье четвертое и 5 сделали пять петельку убавлений и остальные петельки провязываем по рисунку оставив не провязанной одну петлю мы просто снимаем работу переворачиваем переходим к вязанию пятого ряда первую петельку мы снимаем следующую петлю с ниточкой мы также снимаем и первую одеваем на вторую следующую провязываем изнаночной и одеваем снятую на провязанную получается мы убавили с вами 2 петельки далее вяжем ряд до конца оставив не провязанной одну петлю снимаем ее работу снова переворачиваем петельку не провязанную снимаем следующую снимаем и снова одеваем снятую на провязанную то первое убавление нам нужно сделать снова 5 2 3 это 6 ряд 4 и 5 вяжем ряд до конца последнюю петельку мы также провязываем лицевой ряд переворачиваем здесь первую петельку мы снимаем провязываем 4 петли по рисунку пятую снимаем не провязанной переворачиваем и в восьмом ряду делаем снова убавление первую петельку снимаем петельку с ниточкой снимаем и первую одеваем на вторую провязываем лицевую и снимаем петельку на провязанную закрываем последние петельки ниточку мы обрезаем и протягиваем в эту нитку и затягиваем вот таким образом выглядит наш скос плеча он у нас примерно составляет два сантиметра вырез горловинки и теперь нам осталось связать точно также второе плечо то есть мы вязали с вами получается первый ряд провязан закрепляем ниточку на изнанке первую петельку мы оставляем не провязанной остальные петли все провязываем до конца оставив не провязанной последнюю петлю затем для скоса плеча мы убавляем пять петелек провязываем все оставшиеся петельки оставив не провязанной одну и с изнаночной стороны убавляем 4 петли и таким образом довязываем пока не закроем все петельки плечиком закрыли мы горловину и плечики сейчас полотно это связанная резинкой немного стягивается утюжить мы его не будем эту часть чтобы резинка не деформировалась утюжили мы с вами только ажурный рисунок после повторного вот его изделия будет смотреться более красивым и аккуратным и так после того как мы закончили спинку мы с вами переходим к вязанию переда здесь у нас также осталось 95 петелек на спицах номер четыре с половиной и мы теперь будем вязать точно так же как мы вязали с вами спинку будем вязать с вами до резинки сначала мы закрываем пройму провязываем 12 рядов и затем прямым полотном 6 рядов и того мы должны провязать 18 рядов закрыв проймы затем переходим на резиночку и вяжем 2 сантиметра я провяжу и скажу сколько рядов я провязала после убавок на пройму у нас также должно статься как и на спинке 75 петелек было 95 должно стать 75 и так провязали мы проймы провязала резинкой 6 рядов один на один и теперь мы будем делать с вами вырез для горловины для того чтобы начать вязать полочки для переда с вырезом для горловины то есть наших 75 петелек мы должны разделить на 2 и одну петельку оставить на середине для закрытия то есть получается 74 мы делим на 2 получаем 37 петель 1 закрываем и провязываем следующие 37 петель вяжем и точно так же как и вязали первая петля у нас идет лицевая следующая изнаночная лицевая изнаночная провязываем так 37 петелек провязали 37 петелек теперь нам нужно убавить изнаночную петельку для этого изнаночную мы провяжем изнаночную петлю и снимем ее вот сюда лицевую мы переснимем на изнаночную и возвращаем эту петельку снова на эту спицу и продолжаем вязание изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так вяжем ряд до конца и теперь мы будем вязать своими поворотными рядами то есть мы довязываем до этого места разворачиваемся и вяжем по изнанке то есть нам нужно провязать две части отдельно прямо прямо мы будем вязать восемь с половиной сантиметров где-то у нас должно получиться 20 рядов вяжем прямо 20 рядов одну часть вот эти петельки 37 мы можем переснять на дополнительную спицу и вязание у нас будет только идти по одной стороне вяжем 20 ток затем продолжим вязание и так провязали мы 20 рядов и теперь двадцать первом ряду будем закрывать петли для выреза горловины приходим к вязанию 21 ряда первую петельку снимаем следующую провязываем изнаночной и первую снимаем на провязанную таким образом нам нужно закрыть первых девять петель первую закрыли 2 3 4 5 6 7 8 и 9 петля 9 петелек закрыли и остальные петли вяжем по рисунку резинкой лицевая и изнаночная до конца ряда и итак провязали 21 ряд переходим к вязанию 22 ряда 22 ряд провязываем все петли по рисунку оставив непровязанной последнюю петельку вяжем также лицевая изнаночная лицевая изнаночная довязали ряд изнаночный до конца оставили непровязанную одну петельку переходим к вязанию 23 ряда теперь мы будем с провязывать делаю убавки для горловины нам нужно сделать убавку три раза по две петли то есть первую петельку мы снимаем с ниточкой снимаем и первую одеваем на вторую следующую петельку провязываем изнаночные и также первую петлю одеваем на провязанную то есть мы сделали убавку из двух петель теперь мы вяжем ряд до конца изнаночной провязываем оставив одну петельку и 25 ряду мы делаем снова убавку из двух петель в 27 ряду мы тоже сделаем с вами убавку из двух петель 28 про вяжем оставив непровязанной одну петельку и затем нам нужно будет убавить еще два раза по одной петле вяжем 23 ряд до конца 24 изнаночные в 25 делаем убавку из двух петель 26 27 делаем убавку из двух петель и затем продолжим вязание провязали мы 28 ряд изнаночные оставили не провязанной одну петельку теперь нам нужно сделать в двадцать девятом ряду убавку из одной петли то есть мы первую петельку снимаем петельку с ниточкой снимаем и снятой одеваем на вторую петлю получается мы сделали одну убавку нам нужно еще сделать убавку 31 ряду то есть завязываем 29 ряд до конца 30 провязываем оставив одну петлю в конце и в 31 делаем такую же убавку 32 ряд провязываем по рисунку и так сделали последнюю убавку и провязали 32 изнаночный ряд вот такой вырос для горловины у нас получился ровно аккуратно и теперь мы будем вязать с вами по рисунку лицевая изнаночная по 36 ряд включительно без убавок и прибавок первую петельку мы теперь будем снимать так как она была изнаночная мы ее не будем провязать и начинаем со следующей петли лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная вяжем так 33 ряд затем 34 35 36 ряды последнюю петельку мы провязываем лицевой начале 34 ряда мы петельку будем провязывать и так провязали 36 изнаночный ряд и теперь будем вывязывать скос плеча для этого первую петельку мы снимаем и 37 ряд вяжем до конца оставив не провязанной одну петлю петельку мы снимаем работу переворачиваем переходим к вязанию 38 ряда 38 ряду нам нужно сделать убавку для скоса плеча первую петельку мы снимаем петельку с ниточкой снимаем и 1 одеваем на вторую 1 убавка сделано следующую петельку провязываем изнаночной и первую одеваем на вторую 2 3 4 и 5 петелька сделали убавку и теперь вяжем оставшиеся петельки до конца этого ряда работу переворачиваем переходим к вязанию 39 ряда первую петлю мы снимаем и дальше вяжем все петельки по рисунку оставив не провязанной одну петлю снимаем работу переворачиваем 40 ряду мы также делаем убавку из 5 петелек для скоса плеча первое второе третье четвертое и 5 оставшиеся петельки провязываем по рисунку переворачиваем сорок первый ряд провязываем также по рисунку первую петельку снимаем и вяжем до конца оставив не провязанной одну петлю переворачиваем и в сорок втором ряду делаем также убавление 1 2 3 4 и 5 провязываем оставшиеся петельки работу переворачиваем первую петельку снимаем и провязываем все петельки оставив одну петлю и и снимаем переворачиваем и следующем ряду закрываем все оставшиеся петли и так ниточку мы затягиваем и обрезаем вторую половинку мы вяжем аналогично делая такие же убавки и вот так это выглядит у нас на данный момент связала я вторую половинку начинала я вязать с лицевой стороны привязала вот здесь ниточку первый ряд мы закрывали одну петельку второй ряд продолжала вязать по лицу чтобы вывязать идентичную горловину здесь швы на плечиках я пока не делала потом мы их сделаем вместе скорее всего в заключительной части когда будем пришивать рукавчики и будем еще оформлять с вами горловину поэтому в этой части это все в следующей части я покажу вам как рассчитывать окат рукава и сам рукав и затем мы продолжим с вами вязать данную кофточку свяжем рукавчики и затем приступим к сшиванию изделия если по этой части у вас остались еще какие то вопросы то пишите их в комментариях я с удовольствием на них отвечу ну а на этом все всем пока пока и до новых встреч в следующей части